В Пермском крае началась проверка после расстрела собак на территории одного из местных охотхозяйств. По словам очевидцев, четыре пса стали жертвами бывшего замминистра крыльевого правительства, который сейчас представляет закон и организует масштабные загоны для богатых клиентов. Однако в этом случае не было никакой охоты. Якобы лесничий просто взял ружье и устроил бойню, как на живодерне. Все факты и свидетельства в отношении отставного чиновника проверил наш корреспондент Ярослав Богат. Он показывает пробитой дробью ошейнике. Выстрелом попало ему в шею, сорвало крышку. Это все, что осталось от четырех собак. В пустой собачий вольер Ярослав бережно заносит последнюю лайку, восьмилетнюю Ульяну. Вот последняя лайка. Слишком стара для охоты, поэтому и выжила. Поэтому не попала под дуло экс-министра промышленности Пермского края. Вот лежит шнырка, тунгус, мышка и кумыш. Все это сделал, убил их из карабина своего, хладнокровного машины. Он видел, как расстреливают его питомцев. Бывший чиновник с ружьем в руках, говорит. Даже рассмеялся ему в лицо, мол, лайки мешали выслеживать крупного зверя. Спугнули лося. Услышал три выстрела в промежутком секунды-две. Я не придал еще значения. Я не мог подумать, что там случилась беда. Четвертая собака, сука, мышка, побежала, мать таких детей, побежала на звук выстрела. Он всю жизнь жил у леса. Лесом мы жил, охотился со своими ребятами. Так мужчина называл собак. В тот день вновь натаскивал преданных лайк. Встретил районного хатоведа. Тот проверил, все ли в порядке. Показал, что ружье в чехле. Он видел всех четырех собак живых. Мы все поговорили. Мы его позвали еще к нам избу в чай попить по-человечий. Как думали, что человек. Как звучит человечий, лай охотник узнал после того, как раздались выстрелы. Он выслеживал мелкую птицу, когда собаки подбежали к территории частного охотохозяйства, владелец которого, бывший замминистра промышленности региона. Ему никто не мог запретить стрелять. Даже охотовед. На вопрос к Козлову, почему ты допустил убийство на их собак, Козлов плечами пожал и сказал, а что я могу сделать? Это говорит представитель власти. Представителем какой власти выступает бывший чиновник, Ярославу не объяснили, но пригрозили проблемами. Зализывая, мол, свои душевные раны потише, а то определим в браконьеры. О том, что нелегальные охотники не берут с собой собак, чтобы их не выдали, знает каждый местный, но, видимо, не усенка. В итоге, тела преданных помощников мужчине пришлось погрузить в рюкзак и 5 километров нести до места ночлега, уже потом похоронить в общей могиле. Нам удалось связаться с тем, кто возомнил себя хозяином леса, и, кажется, он до сих пор не пожалел, что спустил курок. Мы попытались отыскать и свидетелей из местного лесничества, но его в кабинете почему-то не оказалось. Только коллеги, по всей видимости, тоже не очень довольны. Появляются арендаторы, но считают себя какими-то царями, богами, хозяевами, я не знаю. Они же убили их на дороге, я так понимаю, что они не во время угона, допустим. Попасть в бежащее животное достаточно сложно. Пока улик не очень много есть, свидетель, есть слова хозяина собак, но главное, на месте он нашел несколько гильз. Теперь установить, кому они принадлежат, большого труда не составит. Настоящие у меня сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства происшествия. На могилу своих питомцев он теперь носит живые цветы. Он еще не придумал, как рассказать о случившемся своей маленькой дочери. Не знает, и как теперь будет охотиться, но главное говорить, чтобы свои плоды принесла охота на зверя, которому помешал лай собак. Ярослав Богат, Максим Горячев, Евгения Лебедева. Экстренный вызов.